Бордюрная лента для газона. Описание, материалы, методы монтажа. Бордюрная лента для газона. Необходимый элемент ухоженного дачного участка. Главное правильно выбрать материал, из которого она изготовлена и определиться со стилем. Общая информация. Бордюрная лента. Это лента, огораживающая площадь определенных размеров на садовом участке. Ее можно изготовить своими руками из подручных материалов или приобрести в специализированных магазинах для дачников. Эта лента представляет собой полосу металла или пластика, предназначенную для ограждения замкнутого пространства. Полоса может быть различной длины и ширины, а материал – различной толщины. Основные требования – прочность и устойчивость к внешним воздействиям, поскольку лента эксплуатируется на открытом воздухе. Способ применения лента применяется для того, чтобы бетонные дорожки или дорожки, сделанные из камня, не расползались, а сохраняли свою форму. Также она используется и с другими целями – ограничение территории газона, борьба с распространением сорной травы, придание газону. Определенной геометрической формы с четкими контурами, упрощение процесса полива травы на газоне. Бордюрная лента для газона также эта лента может служить оригинальным декором. Использование в дизайне. Газонное ограждение – важный компонент ландшафтного дизайна. В этом случае оно выполняет следующие функции. Способствует грамотному зонированию пространства, помогает выделить отдельные группы. Растение защищает газон от проникновения детей и животных, придает участку аккуратный и ухоженный вид. Цвет и стиль бордюра должны соответствовать общей концепции экстерьера. Пластиковый бордюр для газона. Возможные стили и цвета. Пластиковый бордюр для газона может быть выполнен в различных стилях и иметь практически любую окраску. Наиболее популярный вариант – бордюр с гладкой поверхностью коричневого или оливкового цвета. Рельефная темно-синяя или темно-зеленая. Ограда – бордюры серебристого оттенка или цвета металлик в стиле хайтек. Белая лента без декора в стиле минимализм. Возможны и другие варианты расцветок. Надежность и длительность эксплуатации. Пластиковый разделитель для газона имеет небольшой вес, поэтому не отличается особой надежностью. По сравнению с металлическим аналогом. Он может упасть от сильного ветра. Также пластик часто деформируется под влиянием механических воздействий. Пластик, в отличие от металла, не ржавеет, но может легко воспламениться, например, во время сжигания мусора на участке. Преимущества и недостатки гибкого ограждения много преимуществ. Оно легкое, выпускается разных цветов, его можно переносить с места на место. Также пластмассовые ленты недороги и всегда имеются в продаже. Пластиковый бордюр для газона, однако некачественный пластик часто бывает недолговечен и неустойчив. Металлический бордюр для газона. Стилевое разнообразие в отличие от пластмассового, металлическая лента может быть декорирована при помощи чеканки или художественной ковки. В этом случае поверхность ленты украшается декоративными элементами, а затем окрашивается. Однако, чаще всего изготовители сохраняют естественный цвет бордюрной ленты, чтобы подчеркнуть фактуру металла. Возможны следующие варианты декора. Гладкая поверхность без украшения, ребристая поверхность, рельефная поверхность, лента украшенная. Элементами, выполненными в технике художественной ковки. Последний вариант стоит дороже всего, но часто используется при оформлении больших красивых газонов в парках и скверах. Варианты покрытия. Металлический бордюр обычно грунтуется, а затем покрывается краской и по желанию патиной. Иногда поверхность металла цинкует, особенно если климат дождливый и бордюрной ленте грозит коррозия. Длительность эксплуатации ограничитель газона, выполненный из металла, часто бывает недолговечным, поскольку некачественно окрашенный. Металл может быстро подвергнуться коррозии. Чтобы увеличить срок эксплуатации, следует приобретать бордюры, покрытые специальными красками с добавлением цинка. Металлический бордюр для газона преимущества и недостатки у жесткого металлического бордюра много преимуществ. Он прочен, надежен, позволяет четко сформировать контуры газона, может быть выполнен в разных стилях. Но металлические бордюрные ленты дороги и много весят. Установка бордюра филент. Методы установки ограждения из металла и пластика устанавливаются следующим образом. Визуально помечают колышками веревкой контуры газона. Аккуратно вкапывают в землю бордюр таким образом, чтобы он приобрел устойчивость. Если материал гибкий и придают ему нужный контур. Пробуют, надежно ли закрепилось ограждение. Для этого нужно попытаться его расшатать. Если бордюр прочно стоит и не сдвигается с места, он закреплен надежно. Если клумба или грядка очень высокая, для установки бордюра требуется каркас. Его можно изготовить из колышек или старых пластиковых труб и от сантехнических коммуникаций. Можно ли делать это самостоятельно? Установить простейший бордюр для газона можно самостоятельно. Осуществить установку своими руками проще всего, если участок имеет четкую квадратную или прямоугольную форму. Установка бордюра в ленте. Когда участок имеет сложную форму, лучше заказать установку вместе с доставкой, чтобы ее осуществлял специалист. Поскольку требуется предварительные замеры с точностью до миллиметра. Необходимые инструменты перед тем, как вкопать бордюрную ленту для газона, нужно подготовить необходимые для работы инструменты. Для установки ограждения понадобится готовая или сделанная своими руками лента для бордюра, рулетка, веревка, колышки. Также понадобится простейшая садовая лопата. Перед тем, как выбирать газонный бордюр или ленту, необходимо учесть все особенности участка и тогда выбор будет удачным. В настоящий момент в продаже большое разнообразие садовых ограждений, бордюров и бордюрных лент, которые можно купить во многих магазинах. Стоимость их небольшая, но садоводу не следует забывать, что продают ограждения по цене не за метр или упаковку, а за один элемент. 0.0 VOT ARTICLE RATING